День города в студии Кристины Бочкарёва. Здравствуйте! Главные темы дня. По итогам заседания. Уфас рассказала о значимых делах этого года. Берегись автомобиля. Госавтоинспекция напомнила взрослым и детям о правилах дорожного движения. Любовь и аисты. В Рязанском доме Белого аиста пополнение. 27 июня состоялось очередное заседание Городской думы. На нем утвержден отчет об исполнении бюджета города за 2023 год и принято решение о приватизации муниципальных предприятий комплекс и УКС. Так, расходы в сумме 20 миллиардов 774,5 миллиона рублей, доходы в сумме 20 миллионов 284,7 миллиона рублей. Также на заседании думы было принято решение о введении дополнительных мер соцподдержки для определенных категорий граждан. Речь идет о полном или частичном освобождении от платы за проезд в общественном транспорте Рязани. Сейчас уточняют список категорий граждан, которые имеют право на льготы. Однако, в целом, для каждой категории льготников количество поездок на общественном транспорте будет фиксировано. Лимит 50. Другой вопрос на повестке – приватизация муниципальных предприятий комплекс и УКС. МП Управления капитального строительства города Рязани будет преобразовано в ООО Агентство по развитию города Рязани. Также члены комитета одобрили приватизацию нежилого здания по адресу Фурманова 15. Это исторический и градоформирующий объект. Задача нового собственника – восстановить здание в прежних параметрах. УФАС провело пресс-конференцию, где подвело итоги своей работы. Представители управления также рассказали о значимых делах в 2024 году и ответили на вопросы журналистов. Подробнее в следующем сюжете. На пресс-конференции представители управления Федеральной антимонопольной службы отметили, что почти нет жалоб на присоединение к газовым сетям. Еще меньше – на подключение к электрическим. Отдельно затронули тему размещения рекламных конструкций. Юрий Гребнев рассказал, что всю наружную рекламу в муниципалитетах необходимо вносить в социальную схему размещения. Анализ показал, что во всех муниципальных, практически во всех муниципальных образованиях такая схема существует. Она опубликована, то есть здесь нарушений как таковых нет. Это вот достаточно неплохая, хорошая работа муниципалитетов. Начальник отдела антимонопольного контроля Елена Федорова отдельно обратила внимание на значимые дела управления. Одно из таких – МУП РМПТС. Она рассказала, что было принято решение о нарушении предприятием статьи о защите конкуренции. Оно злоупотребляло своим доминирующим положением. Это привело к ущемлению интересов граждан. Сильные морозы жители жаловались на холод в домах. В итоге установили, что не соблюдали график температурного режима. Например, батареи вместо положенных 130 градусов были 100. И антимонопольный орган посчитал, что при таких обстоятельствах создаются угрозы оказания некачественной услуги теплоснабжения потребителям города Рязани. Так называемые недотопы. По результатам рассмотрения дела предприятию выдано предписание о прекращении злоупотребления доминирующим положением. Между тем, предприятие не согласилось с выданными актами и обратилось в арбитражный суд Рязанской области. Еще одно дело, о котором рассказала Елена Федорова – «Экопронск», который злоупотребил своим доминирующим положением на товарном рынке. В течение последних двух лет на общество поступали жалобы от управляющих компаний и органов местного самоуправления. Они отказывались вывозить крупногабаритный мусор. И в течение продолжительного времени во дворах контейнеры были переполнены. На все недовольства «Экопронск» ответил, что в этом виноваты жители многоквартирных домов. Мол, они нарушают порядок складирования отходов. Например, размещают там строительный мусор. А также и управляющие компании не соблюдают содержание мест сбора отходов. Антинопольный орган не согласился с такой позицией регионального оператора. И признал общество «Экопронск» с нарушенным статью 10 закона о защите конкуренции. Также выдано предписание о прекращении злоупотребления доминирующим положением. Данные судебные акты также обжалованы в арбитражном суде Рязанской области. Помимо отчета представителей УФАС по Рязанской области прозвучали вопросы журналистов. Например, о частном аварийном отключении света в центре города, микрорайонах Кольное и Конищево. И поинтересовались, планируется ли по этому факту проверка работы РГРС. Если такие обращения будут в адрес антинопольного органа, ну, естественно, мы их рассмотрим. Мы не можем по своей инициативе прилечь кого-либо к административной ответственности по 9-21. Это возможно только тогда, когда потерпевший направит соответствующий материал. Сроки отключения по третьей категории надежности, они известны. Это 72 часа в течение года или более 24 часов в течение суток. Представители УФАС отметили, что акты, которые принимает антимонопольный орган в отношении многих хозяйствующих субъектов, приносят положительный результат. Организации устраняют замечания, на которые им указывают. В этом есть положительная тенденция. Анастасия Арнт, Михаил Лазуткин, телекомпания «Город». Проблема свалок и мусора очень масштабная. Пока УФАС разбирается с Экопронском, надзорные ведомства борются с несанкционированными свалками, стихийно возникающими по всему региону. Между тем, даже в законных местах захоронение отходов нарушение не редкость. Яркий пример тому Турлатовский полигон. Сейчас прокуроры проводят проверку на одной из свалок региона. Прокуратурой Александра Невского района проводится проверка исполнения природоохранного, земельного и санитарно-эпидемиологического законодательства при эксплуатации объекта захоронения отходов, расположенного вблизи деревни Верхний Якимец Александра Невского района. В ходе проверки будет дана оценка законности деятельности организации, эксплуатирующей объект захоронения отходов. В случае выявления нарушений прокуратурой района будут приняты исчерпывающие меры прокурорского реагирования. Безопасность на дорогах для взрослых и вождение средств индивидуальной мобильности для самых маленьких. В госавтоинспекции прошла совместная пресс-конференция, в которой поучаствовали заместитель начальника регионального управления госавтоинспекции Сергей Москвин и уполномоченный по правам ребенка Анжелика Евдокимова. Еще раз о правилах дорожного движения в нашем следующем сюжете. Количество ДТП в этом году снизилось. Об этом заявил заместитель начальника регионального управления госавтоинспекции Сергей Москвин. Показатели он сравнил с таким же за аналогичный период прошлого года. Так, в 2024-м произошло 541 ДТП. Это на 8% ниже прошлого показателя. Тенденция, говорят, в ведомстве хорошая, снижается. А вот из минусов увеличился травматизм последствий ДТП. Если у нас рассматривать дорожные транспорты происшествия по видам, то основная масса, это 90%, это у нас три вида основных. Это, соответственно, столкновения, наезды на пешеходов и съезд с дороги. Это основной вид ДТП, который приносит нам основную массу погибших и пострадавших. Далее, если мы будем рассматривать все имеющие место дорожные транспортные происшествия по их причинам, то 92% – это выезд на полустречное движение, несоответствие скоростного режима и нарушение правил обгона. Другая важная тема – ДТП с участием несовершеннолетних. Показатель не изменился – 34 происшествия. А аварии, где дети, притом несовершеннолетние, участвовали как водители, зарегистрировано таких 34. И здесь огромная роль, большая, отводится родителям, взрослым. Потому что, ну, не секрет, да, мы все учимся тому, что видим у себя в дому. И сколько бы сотрудники ГИБДД, сколько бы я, аппарату полномочного, другие правоохранители не говорили детям о правилах безопасности, Если та же мама, взяв маленького ребенка, перебежит дорогу в неположенном месте, так вот я вас уверяю, что этот ребенок будет в дальнейшей своей жизни руководствоваться вот тем примером, который показала ему мама. В ходе пресс-конференции отметили, что работа по профилактике детского травматизма совместная. Большая ответственность лежит и на родителях, и на преподавателях в школах. Только совместно можно снизить этот показатель аварийности и травматизма. Всероссийский день семьи, любви и верности традиционно отмечают 8 июля. История праздника восходит к православному дню памяти Петра и Феврония. В преддверии праздника сотрудники культурного центра регионального УМВД провели экскурсию для многодетных семей. Скорее всего, вы не знаете, что Куспенский собор был раньше вот у меня где-то. То есть это первая каменная постройка детской семьи, и именно это был первый собор, он назывался Куспенский. Экскурсовод у группы сегодня необычный. Это начальник культурного центра регионального УМВД. Необычна и сама экскурсионная группа. Две многодетные семьи в правоохранительных органах. Мужчину зовут Сергей Заволокин. Он главный эксперт ЭКЦ. На службе с 93-го года. На экскурсию пришел вместе с женой Оксаной и тремя детьми. И это говорит только половина его большой семьи. Здесь только, наверное, половина нашей семьи. Еще старший сын, 21 год. Второй сын, у нас Николай II, он выпускник 11-го класса. Третью школу закончил с серебряной медалью. Потом старшая дочь, это Александра. Капитан полиции Елена Тарасова пришла на экскурсию со всеми своими ребятами. Двумя мальчиками и двумя девочками. Сама она не местная, приехала в Рязань из Пензы вслед за мужем военным. А дети уже родились здесь. Да и в Кремль с семьей они ходят часто. Они здесь уже не первый раз. Это как бы любимое место. С учетом того, что они здесь родились. Думаю, достаточно понравилось, особенно старшим. Елена Тарасова и Сергей Заволокин сотрудники УМВД с многодетными семьями. И каждая со своим секретом счастья. Сложный вопрос. Наверное, умение слышать и слушать друг друга. Секрет счастья нашей семьи, в общем-то, он достаточно прост. Мы православные христиане. Поэтому основной залог – это послушание Творцу. Конечно же, с любовью, любить и самим быть любимыми. Надо, чтобы была выстроена иерархия. То есть самый главный человек, на котором лежит ответственность, которого все так или иначе должны слушать. Это глава семьи папа, мама-помощница, мама внутри дома. Мама в доме устанавливает порядок. Мама тоже должны дети детства слушаться, ну и папа должен прислушиваться. Это мероприятие приурочено к будущему празднику – Дню Семьи, Любви и Верности. Экскурсия разбита на две части. В первой семье показывают исторический центр города. Во второй – исторический центр службы. Экскурсия закончилась в музее Рязанской полиции, где сотрудников поздравили с наступающим праздником. В доме белого аиста пополнение Леопольд и Агата вывели четырех птенцов. Сегодня орнитологи окольцевали пернатых и взяли у них анализы. Это уже третья кладка дикой пары на специально оборудованной вышке. Подробности расскажем в нашем следующем материале. Диспансеризацию аисты здесь проходят дважды в год. Анализы берут как у птенцов, так и у взрослых особей. Ветеринарный врач Маргарита Кочерга рассказывает, это необходимо для того, чтобы скорректировать рацион подопечных и выявить патологии, если они есть. Мы проводим исследование птиц на микробиологический и микологический статус, то есть определение, какие у них циркулируют бактерии и грибы, и есть ли они или их нет, соответствует ли это природному показателю. И берем у птиц, которые содержатся в вольерах, биохимический и клинический анализ крови, чтобы понять, здорова птица или нездорова, как у нее проходят обменные процессы, достаточно ли питания и хорошо ли оно сбалансировано. Дом Белого Аиста прежде всего реабилитационный центр, где помогают нелетным представителям вида. Постоянных пар здесь три – Марта и Марк, Фомка и Тимка, Руслана и Гоша. Последняя давала потомство несколько лет подряд, но в этом году пернатую пару постигло горе. Эмбрионы в отложенных яйцах погибли. По-хорошему пара насиживает по очереди яйцо. Если одна птица покидает гнездо для кормежки, то вторая садится на яички, насиживать их. Но здесь еще очень большую роль влияет и фактор беспокойства играет. Почему? Потому что, допустим, Белый Аист достаточно синантропная птица. То есть они гнездятся в местах, где в близости проживает человек. Но они привыкают к определенным лицам, к определенным людям. Если вблизи гнездовья появляются раздражающие факторы, птицы могут оставить яйца на более долгое время. А еще этой весной погода выдалась прохладнее, чем обычно. И кладка Руслана и Гош ее не пережила. Однако пополнение в резиденции Аиста все-таки случилось. Потомство дала дикая пара. В районе территории Рязанского дома Белого Аиста находятся четыре искусственных гнезда. Из них одно заселено Леопольдом и Агатой. Леопольд наш выпускник. Агата, это уже мы ее назвали, они уже третий год размножаются. У них было пять, четыре. И сегодня и в этом году тоже четыре птенца. Итого у них уже 13 птенцов в этом году уже будет выпущено. Сегодня орнитологи окольцевали птенцов. Ведь через пару недель родители будут учить их летать. Это нужно для того, чтобы отслеживать пути перелета в периоды миграции и опознавать птенцов прошлых выпусков дома Белого Аиста. Кристина Бочкарева, Михаил Лазуткин, телекомпания «Город». На этом у меня все. Еще больше новостей на сайте город62.тв и на наших страничках в соцсетях. Всего доброго!